Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В эфире Вести Карачаева, Черкесия. Вопросы нам ответил в региональном надзорном ведомстве. Подробности у Артура Мкце. Начало весны, пожалуй, один из наиболее активных периодов для обращений и жалоб от населения по поводу некачественного оказания коммунальных услуг. В одном здании тающий снег напоминает о необходимости залатать прохудившуюся крышу, в другом холодные помещения остаются свидетельством недоделок управляющей компании при подготовке к отопительному сезону. Проблем, с которыми люди приходят в региональное управление жилищного надзора, множество. Нельзя забывать и о том, что далеко не каждый гражданин знает свои права. Вот и приходится кому-то подсказывать, кого-то направлять. После повальной приватизации квартир в ведении муниципальных управлений жилищно-коммунального хозяйства стало значительно меньше объектов. Куда чаще люди отправляются за решением проблемных вопросов сюда, на Кирово-23 в Черкесске. Какова процедура обращений? Ранее мы работали по 294-му федеральному закону и также рассматривали обращения в рамках данного законодательства. Человек мог к нам прийти, собственник, написать заявление, также он мог к нам направить через электронную почту. Сейчас мы работаем согласно 248-му федеральному закону, в рамках которого заявители при обращении к нам подтверждают, дают согласие на обработку персональных данных. В своих жалобах на некачественное оказание того или иного вида услуг люди нередко путаются в организациях, которые, по их мнению, виноваты в проблеме. Где находится зона ответственности управляющей компании, а за какие сети отвечает ресурсоснабжающая организация. От этого порой зависит и оперативность устранения неисправности. Основным и главным моментом в разрешении данной ситуации является выяснение, кто является собственником. Если вопрос касается инженерных сетей, то есть, грубо говоря, до ввода в дом, то, что относится за пределами дома, это ресурсоснабжающая организация. В любом на квартирном доме есть документы, которых можно увидеть границы, кому что принадлежит. Если это относится к общедомовому имуществу инженерной сети, то бремя содержания, если управляющая компания, конечно же, управляющая компания отвечает за надлежащее содержание. Понятно, что решение далеко не всех проблемных вопросов в сфере ЖКХ находится в ведении регионального жилищного надзора. Да и усилий представителей одного только этого ведомства, разумеется, не хватит для сглаживания всех острых углов. А потому только общими усилиями, в том числе жителей и управляющих компаний, можно добиться создания условий для комфортного проживания людей. Артур Мхцелий Бастанов, Вести, Корча, Черкесия. Священный месяц очищения души и тела в мусульманской культуре. Завтра начинается месяц Рамазан. Об обязательном посте, традициях и запретах этого периода рассказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Карачева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев. Вот пришел месяц Рамазан. С завтрашнего дня, иншаллах, начинаем пост. Пост месяца Рамазан. Я бы хотел попросить Всевышнего Аллаха, чтобы он нам дал силы и здоровья, все это исполнить в полном объеме. Сегодня вечером уже в мечетях мы должны собраться на таравих намаз, исполнить это, сделать ният, намерение и уже с завтрашнего дня начинать этот месяц. Месяц Рамазан надо будет выделять фитр, фидья. В этом году мы посчитали, это получается 200 рублей фитр. Это каждый человек подушный, налог называется, маленький, старый, не зависит. Если он живой и здоровый в этом месяце, то он должен отдавать эти деньги. Потом еще есть фидья. Это уже штраф за то, что мы не можем держать у разу. За это мы начислили 250 рублей. Дай Аллах, чтобы этот месяц Рамазан, он прошел благоденствие Всевышнего. В этот месяц Всевышний закрывает ворота ада и открывает врата рая. И поэтому мы должны в этот месяц делать только доброе, только хорошее. Ведь человека Всевышний создал для того, чтобы он делал добро людям. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 6, в горах минус 4, плюс 1, а днем 13-18 градусов тепла и местами до плюс 10. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, а днем 15-17 градусов тепла. Улыбка возвращает зрение. Фенталайзерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43-73-87. В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту звездного лайнера «Ноль плюс». Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938-333-90-00. 11 лучших учителей родных языков из всех районов республики приняли участие в финальных конкурсных испытаниях. В рамках регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». Педагоги делились своим богатым опытом, демонстрируя коллегам инновационные навыки обучения. За ходом состязания учителей наблюдал Алихан Лепшоков. Тематику любви я выбрала не случайно, так как именно это великое чувство является основой сохранения родного слова. Учитель родного языка из Урубского района Лариса Акбаева доходчиво делится своим профессиональным педагогическим опытом, используя современные технологии в виде электронной презентации. Для каждого учителя родных языков это возможность распространения своего преподавательского мастерства и получить новые знания от своих коллег. Конечно, это очень значимо. Мы, во-первых, делимся своим опытом, показываем, как мы работаем. И, естественно, в то же время и сами учимся, набираем какой-то опыт, смотрим на других. Надо, чтобы дети владели своим языком, знали о языке, все, что им надо. Конечно, я считаю, это очень важно. Не знать свой язык, я считаю, это глупо, по крайней мере. За ходом состязания сидели представители Минобра Республики. Заместитель министра образования Фатима Бикижева подчеркнула важность подобных состязаний для выявления профессионального мастерства и поддержки родных языков. В свою очередь, депутат Народного собрания Карачаева-Черкесии Алексей Ганшин поздрав финалистов конкурса и отметил, что именно на плечах педагогов лежит ответственность за сохранность родного языка. Я больше не уверен, что если мы не будем изучать родные языки с детского садика дома, как только человек говорит, начинает, он должен сказать первое слово на родном языке, и, наверное, это будут самые дорогие и ценные слова. И если мы будем изучать родные языки дома, в детском садике, а потом только придем уже в школу, зная азы, умея хоть немножко читать, то тогда он намного будет левящим. Богатство языка в его пословицах и поговорках. В своем выступлении я постаралась сделать параллели между пословицами нагайского народа и других братских народов, проживающих у нас в республике. И была приятно удивлена, что много схожего есть у нас, отмечает учитель родного языка из Ногайского района Фатима Бодракова. Начала свое выступление с нашей любимой Карачевой Черкесии. Зачем я перешла к изучению ногайского фольклора и закончила дружбой народов, что мы живем в многонациональной республике, соблюдаем обычаи и традиции, на этом же и воспитываем своих детей, чтобы они знали каждую историю своего народа. В итоге победителем конкурса стала участница из Абазинского района Ида Дахчукова. Второе место заняла учитель родного языка из Карачаевска Фатима Лайпанова. И третье место досталось Фатиме Бодраковой из Ногайского района. Осенью этого года победитель регионального этапа конкурса представит нашу республику уже в финале данного состязания. Алихан Епшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Северокавказстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы. Ее проводят в целях мониторинга ситуации на рынке труда. Здесь исследуют такие блоки вопросов, как предложение рабочей силы, занятость, безработица и занятость в личном подсобном хозяйстве. Все это мы исследуем и получаем данные, которые характеризуют ситуацию рынка труда, рассказала начальник отдела организации проведения переписи и исследований Северокавказстата Кулистан-Шедакова. И вот какую информацию получили по безработице. По итогам 2022 года мы получили такую картину. Число занятых у нас увеличилось порядка на 10 тысяч человек. Да, это где-то на 5% увеличение. А безработных снизилось на 5 тысяч. Снижение где-то в рамках 18%. Естественно, снизился и уровень безработицы. Он составил по итогам 2022 года 9,8%. Если смотреть в масштабах округа, то наиболее низкий уровень безработицы в Старопольском крае 4,3%, а потом уже у нас, в нашей республике 9,8%. Остальные регионы повыше. И в целом по округу уровень безработицы составил 10,3%. Расширенное интервью с Кулистан-Шедаковой смотрите в субботу в 21.00 на телеканале «Россия-24» и в воскресенье в 8 утра в итоговой информационной программе «События недели». В Качагу имени Умара Алиева начала функционировать студия радио и подростков, являющаяся проектом-победителем грантового конкурса «Росмолодежи». Теперь студенты могут записывать свои радиоэфиры, освещая деятельность вуза. Об идее реализации данного проекта подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Теперь здесь будут проводиться записи подкастов и освещаться различные мероприятия, проводимые в Качагу. Комната, предназначенная для радиостудии, оснащена всем необходимым оборудованием и имеется шумоизоляция. Руководитель проекта Аслан Гирюгов подчеркнул, участниками радиоэфиров станут известные гости и преподаватели, что позволит раскрывать различные темы касаемо тех или иных предметов, преподаваемых в университете. Идея создания радиостудии у нас появилась еще на втором курсе, когда я был студентом второго курса бакалавра. Я тогда проходил практику на базе студенческого телевизия в унисон. И у нас была газета, в которой могли обучаться, было телевизия, в которой могли получать какой-то опыт. Но и для полноты картин у нас не хватало радио. И тогда появилась эта идея, но на этом она и закончилась. В прошлом году, весной, у нас открылась школа социального проектирования, на которой я представил свой проект. Он получил удобрение, и мы его написали и выиграем. Для наших студентов и преподавателей это уникальная площадка, где они смогут записывать свои выступления в формате того же семинара. Также наши студенты смогут получить практические навыки в сфере радиожурналистики, отмечает проекты по молодежной политике Качагу Расул Динаев. Этот проект является одной из основных частей наших студенческих медиа-ресурсов. Вы знаете, что у нас в университете также существует университетская телестудия на базе отделения журналистики Института филологии. Вот сейчас мы запускаем студию радио и подкастов. Также у нас есть блогерство, то есть ребята, которые ведут университетский блог, где рассказывают про студенческую жизнь. И также у нас есть студия звукозаписи, где у нас также проходит дубляж мультфильмов, фильмов на родные языки народов Карачева Черкесской Республики. Все это мы хотим сейчас объединить в один большой такой холдинг, медиахолдинг, который будет называться Качагу Медиа. Совсем скоро начнутся записи первых радиоподкастов. По словам руководителя проекта Аслана Гирюгова, ближайшей целью радиостудии является привлечение студентов из других вузов, чтобы молодежь могла делиться своим опытом и знаниями, что позволит укрепить дружеские отношения с другими регионами. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сегодня Всемирный день водных ресурсов. Природа Карачаева, Черкесии прекрасна. С ее глубокими озерами, бурными реками и ошеломляющими водопадами. Сотни тысяч туристов со всех уголков России приезжают в нашу республику, чтобы полюбоваться уникальной красотой Карачаева, Черкесии. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Акушерка». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...